здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики и как всегда у нас речь сегодня пойдет о заработке в интернете на этот раз речь у нас пойдет не о каких-то инвестиционных проектах кранах или буксах речь у нас пойдет о программе это небольшая программка которую можно скачать себе на компьютер ссылка для скачивания будет как всегда под видео в принципе программа очень очень простая выглядит довольно скромно но если разобраться и понять как она работает и в чем ее отличие допустим от инвестиционных проектов или каких-то заработков на биржах на всевозможных игровых сайтах то есть довольно серьезные различия и давайте сейчас мы с вами поговорим я объясню и разъясню в чем ее преимущество перед всеми остальными инвест проектами и всевозможными другими заработками почему именно она так привлекла мое внимание и какие у нее вообще возможности теперь давайте обо всем подробнее и по порядку во первых программа абсолютно новое вряд ли вы ее сейчас найдете в интернете я думаю вообще что мы счастливчики что мы оказываемся среди первых ее пользователей во вторых так как эта программа это абсолютно автономная вещь и практически мы с вами каждый из нас становится ее владельцем и на этом моменте я хотел бы особенно пристально заострить внимание потому что ведь что такое сайт что такое инвестиционный проект давайте я сейчас немножко поясню допустим вы вложили деньги в какой-то инвест проект и вот тут первый подводный камень как правило большинство инвестиционных проектов на самом деле таковыми не являются 99 и 9 десятых процентов из подобных ресурсов это как правило простые хайп и я думаю что большинство из вас так же как и я попадали в подобной ситуации когда ты вложил в какой-то инвестиционный проект а он закрылся и даже можно было не успеть получить первую выплату потому что он закрывался раньше чем наступало это время выплаты то же самое с различными игровыми сайтами различными фермами птичками и там всевозможными другими ты вроде бы развиваешься развиваешься а там раз и произошел рестарт все что тебе должны были выплатить тебе простили и снова запустили игру с нуля я думаю многие из нас попадались на такие вещи и я в том числе так вот к чему я все это веду а к тому что давайте задумаемся по какой причине так происходит потому что у этих игр и разных инвест проектов есть хостинг на котором расположен сайт есть разработчики и администраторы этого проекта и фактически мы попадаем от них в зависимость когда мы с вами вкладываем туда деньги мы практически доверяемся владельцам этих сайтов и потом однажды наступает момент когда ты проснулся подходишь компьютеру заходишь в свой инвестиционный проект в свой кабинет у тебя там уже кругленькая сумма которую ты собираешься вывести пытаешься нажать на вывод а он тебе рисует большую долю как же так думаем мы с вами а вот так потому что администраторы сайта когда люди инвестировали 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 они посмотрели денег накопилось уже довольно много почему бы нам не шикануть почему бы нам не поездить по кипрам почему бы нам не сгонять куда-нибудь на мальдивы купить себе ламборджини ну и как вы уже дальше сами догадываетесь они собирают все эти деньги в кучку закрывают проект просто перестают выплачивать и оливидерчи ребята спасибо вам всем за наш прекрасный отдых ни хозяева ни руководители мы простые участники попадаем в зависимость от разработчиков владельцев но и следом я думаю идет логичный вопрос ну а в чем же тогда коренное отличие той программы о которой мы сейчас разговариваем а вот в том-то как раз и отличие что у этой программы нет никакого хозяина нет владельца и поэтому вот такой ситуации возникнуть просто не может когда кто-то один взял и перекрыл весь кислород этой программе другими словами скачав эту программу когда она хранится где-то у вас на компьютере вы ее полноценный хозяин и владелец и только вам решать будет она работать в ваших руках или не будет поэтому вопрос о том сколько эта программа может принести прибыли зависит только от ее владельца от ее хозяина сколько будет приносить файлик этой программы который хранится у меня на компьютере зависит только от меня у того файла который хранится на вашем компьютере зависит сколько он будет приносить прибыли только от вас но лично я в этой программе увидел Он настолько мощный инструмент для заработка, где можно заработать тысячи, десятки, сотни и, не знаю, может быть даже миллион или несколько миллионов долларов. Я сейчас абсолютно не шучу, потому что дальше, когда я буду объяснять, я думаю, вы сами вникнете и проникнете с теми возможностями, которые заложены в этой программе. А теперь давайте после такого предисловия перейдем непосредственно к тому, что же это за такой зверь. У меня эта программа уже есть, я для нее тут отдельную папку сделал. Давайте я сейчас ее открою и покажу. Называется она NeoBit. Итак, я запускаю программу и сейчас мы будем с вами более подробно ее разбирать. Вот она, внешний вид. Сейчас она у нас на английском языке, давайте, чтобы понятно было, переключимся на русский язык. Это, кстати, тоже одно из преимуществ вас, как владельца программы, что она мультиязычная. Есть русский и самое главное, что есть английский. Ну, начнем с самой верхней надписи, такое объявление. Внимание, использовать только DogiChain кошелек. То есть, эта программа работает с криптовалютами, ну и конкретно скажу, что она работает только с DogiCoin. И это, опять же, одно из ее преимуществ. Во-первых, потому что с DogiCoin очень маленькие комиссии. Во-вторых, это приобщает людей вообще к пониманию, что такое криптовалюты. Потому что криптовалютная грамотность еще не очень сильно развита. Но с помощью этой программы, я думаю, многие будут заинтересованы разобраться и понять, что же такое блокчейн и что такое криптовалюты вообще. Можно даже сказать, что это будет один из инструментов ликвидации криптовалютной безграмотности. А к криптовалютам, я скажу, приобщаться нужно, потому что криптовалюты – это будущее. Если до этого дня вы ничего не знали, не понимали и не разбирались в криптовалютах, лучше начните это делать прямо сейчас. Изучайте, вникайте, разбирайтесь. И эта программа, она как инструмент поможет легче освоить с криптовалютой какое-то общение. И я вполне серьезно, потому что будущее за криптовалютами. Ну а мы с вами давайте идем дальше. Еще что здесь очень удобно, здесь есть кнопка помощь, где мы можем вообще прочитать, как пользоваться этой программой. Тут также сверху, внимание, программа исключительно работает с кошельками, открытыми на MyDoggyChainInfo. Здесь есть ссылка на этот сайт. И никакие другие кошельки не использовать. То есть, если у вас есть Dogecoin-кошельки где-то на каких-то биржах, ими пользоваться не нужно, потому что программа эти кошельки просто не будет учитывать. Она их не будет фиксировать. И вот тут вы, в принципе, все можете хорошо, конкретно, подробно прочитать. Тут, в общем-то, та информация, которую я вам сейчас и рассказываю, и объясняю. Также написаны преимущества программы, причем далеко не все, я думаю. Тут вот внешний вид, что где обозначает, ну и как ей пользоваться, как сделать так, чтобы она приносила доход. Ну, соответственно, эта помощь, как на русском, так же и на английском языке есть. Что, в общем-то, будет помогать увеличивать наши с вами доходы. Ну, так вот, все элементарно и просто. Вот в этих полях прописаны 7 номеров Dogecoin-кошельков. Это те кошельки, на которые нам нужно отправить Dogecoin. На каждый из этих кошельков нужно отправить не менее 100 Dogecoin. Для отправки этих Dogecoin еще раз заостряю внимание на том, что у вас обязательно должен быть зарегистрирован кошелек на Dogecoin. Здесь также есть ссылка, где можно перейти по ней и зарегистрировать там себе кошелек Dogecoin. Ну, я думаю, что большинство уже знакомы с тем, как создавать эти кошельки, но если кто не знает, я все равно вкратце покажу. После того, как мы отправили по 100 Dogecoin-кошельков, ни в коем случае не меньше, на каждый из этих 7 кошельков, вот в этом самом нижнем поле мы вписываем номер кошелька, с которого отправляли. Причем все платежи нужно делать только с одного кошелька. С разных кошельков программа не зафиксирует. Только один кошелек. Сюда вписываем номер этого кошелька, с которого делали отправки, и нажимаем кнопку проверить. И вот в чем преимущество блокчейна в том, что каждую транзакцию можно отследить. И для этого не нужно обращаться в банк, спрашивать, был ли такой платеж или не был. В блокчейн-технологиях каждую транзакцию можно проследить. Если она была, это обязательно будет зафиксировано. Поэтому программа сама заходит в блокчейн Dogecoin, проверяет, были ли отправки вот с этого кошелька, который мы здесь впишем на каждый из этих выше расположенных кошельков. Если дожики благополучно были перечислены, вот здесь в последней колонке, вот в этих полях, где сейчас стоит ожидание написано, мы должны увидеть надпись «Успешно». Если мы какой-то кошелек нечаянно пропустили и не проплатили, здесь мы увидим надпись, что не оплачено. Еще раз говорю, программа делает это все автоматически. Если у нас все семь оплат прошли, здесь мы видим надпись «Успешно», то тот кошелек, с которого мы отправляли, который был прописан в самом нижнем поле, он переходит вот в эту область. Тот кошелек, который сейчас здесь прописан, передвигается на строчку вверх. Этот, соответственно, тоже переходит на строчку вверх. И все они так передвигаются, а самый верхний кошелек, он просто выбывает из этой очереди. Вот и все. То есть мы сейчас проплатили предыдущим участникам этой программы. Наш кошелек прописан в конец очереди встает. И теперь вся задача заключается лишь в том, чтобы этот файлик, в котором теперь внизу прописан... Ну, у меня на файлике будет мой кошелек, в ваших файлах будет ваш кошелек внизу прописан. И этот файл просто-напросто нужно раздать как можно большему количеству людей. Ну и, конечно, сопроводить хотя бы какой-то минимальной информацией, что это за программа. И хотя бы дать понять человеку, что все остальное он сможет узнать по кнопке помощь. И вот тут, я думаю, многим на память пришла такая игра-неигра, как она была в интернете. Я думаю, каждый из вас встречался с этим, когда это делалось через Kiwi кошелек. Нужно было отправить, там, не помню, на пять Kiwi кошельков по 10 рублей, что ли. Точно не могу сейчас сказать. И также можно было вписать потом в конце свой кошелек. Но у тех отправок, которые совершались с этими Kiwi кошельками, было несколько огромных недостатков. Во-первых, можно было вписать свой кошелек, абсолютно никому ничего не отправляя. Можно было вписать сразу несколько или вообще все свои кошельки прописать и пытаться раздавать. Но, как правило, в основном все так и делали. Все вписывали и никто ничего никому не отправлял. А если даже и отправил, то подтвердить, что человек получил или не получил, это было просто нереально. Но это просто было невозможно узнать, получил человек или нет. Здесь же, здесь же никаким образом мой кошелек не будет прописан вниз строки, пока я не отправлю по 100 доджиков на 7 этих кошельков. Кстати, 700 доджиков, если вот на каждый по 100 в общей сложности 700 доджиков, это на сегодняшний день порядка 125-130 рублей. То есть мои общие затраты на все 7 отправок это 125-130 рублей. Я бы сказал, совсем смешная сумма и о каких-то тут рисках глобальных, потерять дом, квартиру, машину, ну вообще никакой речи не идет. 130 рублей, ну даже если курс вырастет пусть, 150 рублей это максимально, чем я рискую. Ну так вот, остановились мы на том, что здесь мы защищены от того, что никто просто так сюда в конец очереди встать не сможет, взять и вписать свой номер кошелька. Бесполезно. Это один из видов гарантии, защиты и безопасности в этой программе. Если человек хочет стать участником, ему обязательно нужно проплатить 7 кошельков. А это гарантированно, участники получают свои выплаты. Второй уровень защиты здесь в том, что невозможно вписать сюда, допустим, все 7 своих кошельков. Программа не даст просто-напросто этого сделать. Если я проплатил все 7 кошельков и мой кошелек прописался в конец очереди, то при попытке еще раз проплатить и еще одну ячейку в очереди занять, программа этого не даст сделать. Она скажет, вы уже участвуете, все, уже ваш номер кошелька здесь есть. А это значит, что никто не сможет меня вытеснить из этой очереди. Ну как, допустим, я отослал файлик этот человеку, а он взял раз проплатил, в конец очереди прописали его кошелек. Второй раз проплатил, этот кошелек поднялся наверх, следующим тоже опять будет его идти номер кошелька. И так он 7 раз там проплатит и в итоге займет все 7 строчек. А я как отправитель ему теряю всякую надежду на то, что моя очередь будет двигаться. Он меня вытеснил и продолжает уже работать со своими кошельками. Здесь такого не получится. Ну и об этом как раз вот надпись снизу нам говорит. Вы не можете участвовать повторно, если находитесь в списке. Ну а теперь остается только понять, каким образом мы будем получать прибыль. Как только программа в последней строке прописала номер нашего кошелька, и теперь именно этот файл, который мы запускали с прописанным уже нашим кошельком, нам нужно просто раздавать как можно большему количеству человек. Чем больше людей получат нашу программу и примут в ней участие, тем больше будет прибыль. Вот теперь вернемся к началу, о чем я говорил. Теперь вы понимаете, в чем различие инвестиционных проектов, всяких игр, вот именно от этой программы. Я считаю, что разница здесь просто огромная. В этой программе я хозяин. Но если почитать справку, то там хорошо довольно об этом говорится, что в этой программе Neobit нет абсолютно никакого руководящего, контролирующего какого-то органа или администратора. Второй момент. Если сайт или ресурс какой-то могут просто закрыть, заблочить, то эту программу ты вообще ничем не остановишь. Ее остановить просто невозможно. Нет никакой общей кассы денег, которую мог бы кто-то взять, вот так вот сгребануть, хапнуть и уехать на Мальдивы куда-нибудь. А теперь давайте просто так навскидку. Сколько же можно заработать? Если я отправил одному человеку, он, соответственно, отправляя на 7 кошельков, отправляет на один из кошельков, который является моим. Я от него получил 100 доджиков. Если я еще одному отправляю, еще одному, еще, еще, еще. От каждого из них я также получаю по 100 доджиков. Эти люди, в свою очередь, тоже начинают отправлять кому-то еще. У них, соответственно, мой кошелек передвигается уже на вторую ступеньку, но и народу, которые принимают участие в этой программе, становится еще больше. Может в 2, может в 3, а может уже и в десятки раз больше. И все отправляют вам или мне по 100 доджиков. На третьей ступени участников становится еще раз, может быть, уже в 30 больше. И вот этих ступенек тут 7. Вот представьте, сколько людей может быть на всех этих 7 уровнях, 7 ступенях. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, может быть, уже миллионы людей начнут вам отправлять по 100 доджиков каждый. И при этом не значит, что вы можете остановиться. Вы можете все равно продолжать раздавать и раздавать и раздавать эту программу. И никто вас остановить не может. Ни вас, ни программу остановить никто не может. Ее распространение по сети не ограничено абсолютно ничем. Тем более, если у вас есть кто-то знакомый за рубежом, англоязычные какие-то друзья. Вы им можете отправлять, познакомить, объяснить. Они дальше могут это и распространять и по другим странам. Мы с вами стоим сейчас первые у стоков. Поэтому сейчас поле деятельности людей, которые еще не пользовались этой программой. Ну, миллиарды. Может даже случиться такое, вы отправили двум-трем человекам, они отправили еще кому-то, но кто-то из них оказался там великим сетевиком, супер продвинутым блогером там с огромной командой. И совсем внезапно вы просто можете оказаться в шоколаде. И всего это за 130 рублей. Так что я думаю, надо четкое представление иметь о возможностях и потенциалах этой программы и не дать себе упустить этот такой шанс. Ну, а теперь давайте для тех, кто не знаком вообще с криптовалютами, как открыть Doggy Chain кошелек. Я просто наглядно покажу, как это делается. Ну и конечно же сам лично на ваших глазах проведу все эти проплаты, посмотрим реакцию программы на все эти оплаты. И когда в конце всей процедуры мой кошелек впишется в конец строки, этот файл я и буду раздавать по всей сети интернет. Но вообще у меня в планах развернуть такую глобальную широкомасштабную деятельность по этому поводу. Вообще можно нереально бесконечно зарабатывать, если использовать все возможные и невозможные ресурсы для распространения. Чем я в принципе и собираюсь заняться. Ну давайте перейдем, для тех, кто не знает, как открыть Doggy Coin кошелек на Doggy Chain. Здесь у нас есть ссылка, или здесь ссылка, или вот она ссылка на сайт, где можно открыть кошелек. Ну давайте зайдем на русский язык, переключим, создать Doggy Chain кошелек здесь. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку Doggy Chain кошельков. У меня в общем-то есть кошелек, я просто создам здесь, чтобы показать, как это делается легко и просто, для тех, кто не знает. Попали мы на эту страницу, нажимаем Create Wallet, создать кошелек. Здесь вписываем e-mail, ну так как я здесь открываю просто левый кошелек, я напишу, допустим, тест, собака, mail.ru. Далее придумываем пароль. Пароль здесь, если я не ошибаюсь, не менее 10 символов. Ну давайте я так и напишу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Тоже в следующей строке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Я говорю, пользоваться этим кошельком я не буду, я просто покажу, как создается. То есть, вписали свою почту, придумывали и два раза вписали пароль. Нажимаем Create Wallet. И вот сейчас у вас открылась страница, где нужно скопировать и сохранить себе куда-то вот этот номер ID вашего кошелька. Без этого номера вы потом не сможете попасть в свой кошелек, ну и распоряжаться теми доджиками, которые к вам туда будут поступать. А поступать ведь туда может очень и очень много. Скопировали этот номер ID, сохранили его себе где-нибудь или в текстовом файле. Лучше еще записать куда-нибудь в такой натуральный бумажный блокнот. И нажимаем Open your wallet. Вот и все. Вы находитесь внутри своего кошелька. Создается он очень легко и просто. И вот это вот как раз номер вашего доги кошелька. Сейчас у нас здесь по нулям. Все вот 0. 0 везде у нас по нулям. И нам надо его пополнить, ну как минимум на 707. Ну я наверное сейчас свой кошелек пополню на 710 доджиков, так с небольшим запасом. Потому что когда я потом буду отправлять на 7 кошельков, у доджи берется комиссия 1 доджи коин. Ну на самом деле вообще ничтожная такая сумма комиссии. И причем транзакции по доги коину проходят моментально, очень быстро. Поэтому все отправки должны производиться именно вот с кошельков, открытых на этом сайте. Dogi Chain. Отправлять все с одного только кошелька, с разных программ не зафиксируют эти отправки. Ну и также там в справке по программе написано, что под транзакции должны быть не менее 100 доджиков на каждый кошелек одной, одним платежом. Ну то есть не разбивать допустим транзакцию. То есть сейчас 30 отправили и потом еще 70. Или сейчас 90 и потом еще доплатили 10. Нет, программа вот такие платежи не зафиксирует. 100 доджиков отправляем на первый кошелек, 100 доджиков на второй и так далее. Ну теперь что касается как пополнить доги кошелек. Не буду я сейчас, иначе ролик растянется на очень долгое время. В интернете много, полно роликов, полно на сайтах на различных информации. Просто в поисковике вбиваете, как пополнить доги коин кошелек. Ну а я сейчас поставлю на паузу, зайду в свой кошелек. На ваших глазах мы давайте его я пополню. И буду делать все 7 платежей. Так, ну вот он мой кошелек Dogi Chain. Видно, что на балансе у меня сейчас 0 доджиков. Давайте я сделаю пополнение. Ну, я использую для пополнения свой кошелек Exmo. У меня здесь есть доджики. Не знаю как для кого, кстати, для меня кошелек Exmo очень удобный. У меня есть на канале целый ролик про кошелек Exmo. Как открыть кошелек, как им пользоваться. Ссылку для регистрации в Exmo тоже оставлю под видео. Мне нужно отправить, я отправлю 710 доги коинов. Для этого мне нужно скопировать мой номер кошелька. Я его копирую. Захожу в свой Exmo кошелек. То есть вы можете Exmo пополнить долларами. И тут есть обмен. Можно обменять доллары на доги коины. И отправить эти доги коины на доги чейн. Так, я захожу во вкладку вывести. Сумма вывода пишу 710 догов. Получу я 709. Ну, в общем-то, должно мне этих 709 хватить. Здесь вписываю адрес кошелька, на который мне нужно перевести. И нажимаю кнопку вывести. Сейчас придет подтверждение. Нажимаю, да. Хорошая у них тут защита. Кстати, еще на почту надо зайти. Подтверждение получить. Подтверждаю через почту. Все, задание на вывод 710 догиков подтверждено. Сейчас дождемся, когда они придут на этот кошелек. В принципе, догики приходят очень быстро. Так вот, пришли 709 догов. Теперь можно нам рассылать по 7 кошелькам. Где у меня программа? Для того, чтобы отправлять, заходим во вкладку Send. И здесь сейчас будем отправлять на все 7 кошельков. Скопировать можно кошелек или вот так, или кнопка копировать. Копирую номер кошелька. Вставляю. Вписываю сумму 100. 100 догов. Комиссия 1. И отправляю Send Money. Все. Отправка была совершена. Переходим к следующему. Все очень, в принципе, быстро происходит. Копирую следующий кошелек. Вставляю. Также уже 100 у меня прописано. Просто Send Money. Вторую отправку сделали. Дальше третий. 100 догов. Отправить. Следующий идем. Четвертый. Отправляем. Send. Следующий. Дальше третий. Так раз. Два. Три. Три. Четыре. Пятый. Отправили. У нас тут оповещение о том, что все отправлено. Все хорошо. Шестой. Копируем. Давайте сейчас один не буду отправлять. Посмотрим, как программа отреагирует. покажет ли она что на один кошелек не было отправлено и так мы отправили на 6 кошельков и нижний седьмой кошелек пока не отправляли на ведь нужно убедиться что это не обман теперь в нижнюю строку вписываем номер нашего кошелька с которого мы отправляли то есть вот он этот номер его копирую вписываю этот номер кошелька вот сюда в нижнюю строку и нажимаю проверить вот успешно 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 здесь вот появилась надпись не оплачено да все вот кнопка покраснела все проверка закончилась все действительно 6 кошельков у меня проплачены 1 не проплачены все совершаем оплату на последний кошелек копируем переходим во вкладку send вписываем этот номер 100 доджиков send money отправить не знаю так быстро за короткое время пройдет ли оплата вся ну давайте еще раз нажмем проверить проверим еще раз еще думаю времени мало прошло еще чуть-чуть подождем вот прошло сколько минут и 3 еще или 4 давайте еще раз попробуем проверку произвести а номер кошелька же я не вписал еще раз проверим вот на этот раз успешно все денежки поступили сейчас она до конца проверит вот все нас поздравили поздравляем все кошельки оплачены отлично и вот я вижу свой номер кошелька списан уже самую нижнюю строку вот тот номер кошелька с которого я отправлял мы убедились что программа действительно реально проверяет все транзакции делает это автоматически но возможность заработка с этой программой меня конечно впечатляет все теперь я закрываю программу вот у меня файл с этой программой которую я сейчас запускал теперь в ней прописан уже мой кошелек и вот этот файлик мне нужно раздавать лично я собираюсь использовать все возможные варианты отправлять его его по скайпу сколько у него объем то небольшое свойство сколько этот файл занимает у нас 1 и 36 мегабайт он не показывает и вот его мне сейчас надо и по скайпу и по электронной почте можно передавать как угодно можно разместить его на яндекс диске и раздавать ссылку на яндекс диск где вы его разместите и где у вас его смогут потом скачать и ссылка для скачивания файла будет также под этим видеороликом вот у меня операционная система windows на windows и мне работать не знаю конечно как на mac там вроде бы в макинтошах есть переключение что в режиме windows работать можно но если у вас mac есть может быть в комментариях отпишитесь работает он на mac или нет чтобы в комментариях люди могли тоже почитать ну и теперь по распространению я буду задействовать все рекламные сервисы по возможности выходить на англоязычную категорию пользователей и почему я об этом говорю опять же в напоминание о том с чего мы начали если в каких-то инвестиционных проектах я полностью зависим от хозяев этих проектов то здесь хозяин я и также хозяин вашей программы это вы кроме самих себя никто нас не остановит поэтому я и говорю что и ограничить мой заработок никто не может вообще никто не в силах сдержать и ограничить мой заработок с этой программы и наши возможности по распространению этой программы сегодня можно сказать бесконечно надеюсь я рассказал доступно и доходчиво и кстати да этот видеоролик вы можете скачивать у меня с интернета использовать для себя размещать на своих youtube каналах скачивайте программу скачивайте это видео раздавайте распространяйте размещайте программу где ее могут люди скачать где-нибудь на яндекс диске раздавайте ссылки в социальных сетях так файлик называется neobit сразу обращайте внимание на название файла файл должен называться neobit ну у кого-то не показывает расширение у меня показывает он называется neobit.exe если у вас расширение на компьютере не показывает то просто название neobit ну вот в общем то и все так что если вы не глупый человек потенциал вы должны здесь разглядеть сожалению прибыль от программы показать не могу потому что только вот сейчас на ваших глазах сделал все проплаты и вот только сейчас у меня сформировался этот файлик уже со вписанным моим кошельком который я буду раздавать никого не заставляю участвовать каждый выбирает думает и решает сам себе ну лично я для себя так решил что я буду участвовать потому что 130 рублей и те деньги которые можно заработать с этой программы ну вообще ни в какое сравнение не идут и так все друзья видео вашем распоряжении пожалуйста скачивайте ссылка на скачивание файла под этим видеороликом для создания doggy chain кошелька ссылка на самой программе есть но от моего имени всем успехов удачи процветания ну и конечно же здоровья если вам видео понравилось и было полезно ставьте лайк если не понравилось ну соответственно дизлайк